Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 февраля, очередной выпуск, наш уже традиционный, ответы на вопросы моих зрителей канала YouTube. Я вот сейчас открыла отдел комментариев, я начну с самых-самых последних. Вот Айша 7 минут назад написала, у меня вопрос к вам, мы как бы одногодки, ростки на окошке, на солнышке, на восточной стороне. Заранее благодарна. Сути вопроса я не поняла, ростки на окошке, на солнышке, на восточной стороне. И вопрос где? Так, непонятно. Потом Артем Прудников спрашивает, скажите, на каком расстоянии вы сажаете томаты в тоннели? Этот вопрос, мне кажется, очень странным, потому что он задан к видео, которое я выложила вот позавчера, как вырастить много рассада на продажу. 37 минут, я рассказывала все подробно, и на каком расстоянии схемы посадки, чем укрываю. И после этого вопрос, а на каком расстоянии вы высаживаете томаты в тоннели? Ну, я считаю это, вот к Артему обращаюсь, вероятно, вы так цените свое время, что посмотреть вы не хотели, а хотите, чтобы я вам лично потратила свое время и написала все еще раз, всю статью, которую я читала 37 минут, вам расписала еще раз. Нет, в этом видео есть все. Если бы вас интересовала эта информация, вы бы послушали, вы бы все там услышали, и на каком расстоянии все. Почему-то некоторые люди считают, что их время ценно и важно, а мое время, ну, мне делать нечего. Я должна десятый раз одно и то же рассказать. Дала информацию вот в этом видео, смотрите. Вот про семидольки. Про семидольки у огурцов в том году я снимала видео. Это действительно, когда мы, вот пишет Найман, не знаю имя-то или фамилия, помогите, пожалуйста, у меня семидольки начинают умирать, высушилось. Первый лист только появился. У огурцов часто бывает такая проблема. Как только настоящие листья появляются, семидоли начинают скручиваться, скручиваться, желтеть, подсыхать. И я не вижу в этом большой проблемы для себя. Не знаю, может быть, для кого-то эти семидольные листики важны, но я считаю так, они свою роль уже выполнили. Они нам нужны были только на фазе, когда растение всходило, когда оно пробивалось из семечка, когда оно вылазило, скидывало вот этот листик, семенную коробочку. Как только появляются настоящие листья, растение все сила кидает на формирование молодых листьев. Я уже рассказывала о этих листьях пенсионерах в прошлом году. Вы видите прекрасно, что когда мы высаживаем томаты в грунт, и семидольные у томатов желтеют, и желтеют даже нижние первый и второй лист. Для растения важно продолжить род и обеспечить полноценное питание следующим, настоящим листьям. А семидоли они считают уже для себя ненужными, но это чаще всего бывает. Конечно, есть тут разделение, иногда вот свои семена сеешь, и семидоли до конца толстые, такие здоровые. А магазинные семена почему-то у семидольки у них слабее. Но это то ли более ослабленные семена, в чем проблема, я не знаю, но когда у меня подсыхают семидоли у огурцов, после того, как начинают расти настоящие листья, я не заморачиваюсь, я иногда их даже отщипываю, чтобы они не портили внешний вид всего растения. Вот про слизней, как со слизнями тоже борются потом. Хочу заказать семена, но про заказ семян специально есть видео, как заказать семена в феврале. Так, вот про выращивание, опять про рассады на улице. Что так же делают люди. В середине или в конце апреля пикируют, рассада получается крепкой и закаленной. Так что это не сказки, это все реальная жизнь, многие люди этим пользуются уже давно. Вот про использование вторичного грунта правильно, Лилия Вальтер сказала, что растительные остатки, сухие листья, когда в компостную кучу пересыпать, вот если этим грунтом будет супергрунт. А я вот, когда лишние остаются из лотков, вот этот грунт, я просто высыпаю прям в огород на грядке, ну под посадки. Солнце прожаривает, там все естественным образом, все обеззараживается, и другие растения на этом грунте растут. Вот Стефания почему-то пишет, что черри-оливка у меня получилась не то, что невкусная, а просто вкус, как будто ботву томатов жуешь. Но это получилось истинно томаты вкус, да? Так, вот раньше столько болезней не было. Но это я согласна, сейчас все новые, новые выводятся болезни. Так, ну вот Тамара Элина пишет, что тоже мечтала сделать термос. Муж все как придерживает, отговаривает. Термос-то сделаем, а земля холодная в апреле. Ну, я, если честно, никакого мужа не слушаю никогда. Мне вот захотелось сделать я маленькую такую грядочку первую, прям три дуги накрыла. Я еще давно-давно, еще моложе была, закрыла лишнюю рассаду на выживаемость. Выживет, не выживет. Первая выжила, значит, в следующий раз можно дальше. Что я скажу на этот счет? Ну, вот я все рассказала на этот счет, что меньше мужа надо слушать, наверное. И еще, вот апрель, да, она внизу бывает, земля холодная. Нам нужно только верхние 10 сантиметров. Я уже и в прошлом, и в позапрошлом это говорила. А после того, как вы накроете пленкой, у вас там будет такая жара, что вам придется их даже от жары спасать, а не от холода. Все это людьми годами уже проверено. Никогда в тоннелях обычно не замерзает. Ну, конечно, уход нужен, присматривать. Так, Татьяна пишет, у меня нет в Одноклассниках странички. Всегда, Татьяна пишет, всегда использую повторно грунт, просто когда распикирую сеемцы, смежу я со свежим грунтом. Растишки поливаю фитоспорином, и пока Бог миловал. Так. Ирина Турбина, вот про привикур, когда я говорила, что я поливаю один раз, но можно там еще раз полить. И кто-то написал, что для экономии можно не поливать, а опрыскивать. Ну и вот правильно, Ирина Турбина написала, что привикуром только проливать, опрыскивать бесполезно. И не надо смотреть видео Натальи Петренко, если вы купите этот привикур, там инструкции, все написано. Это биофунгицид для обеззараживания почвы, для того, чтобы убить там в почве все бактерии. На листе растений он никак совершенно не действует. И, ой, извиняюсь, уехали. И прыскать его бесполезно, мне кажется. Но я никогда, по крайней мере, у меня даже мысли не возникало. Если написано, что им нужно проливать, я им и проливаю. Любовь Бучнева пишет. Здравствуйте, хотела, чтобы вы показали рассаду перца. И вот вы сняли и показали. Люба, но это рассада перца уже давношнее. Сейчас у меня уже с двумя настоящими листьями. И я вот после 23 февраля, после праздников, буду уже пикировать, возможно, их. Но невозможно, а мне уже пора. Сегодня, наверное, их показывать нужно еще раз. Уже и баклажаны, и перцы оперились, как можно сказать. Настоящие листики у них вылезли. Вот Лариса Гаврюшина пишет. Хочу еще раз застричь на таких комментариях. Кому долго, кому нудно. Ужас! Как медленно и долго одно и то же. Лариса, если вы не ориентируетесь по названиям, я хочу вам сейчас сказать. Есть посев перца очень подробно. Прямо указано. Очень подробно. Это значит, там все пошагово, все с мелочью. Это для тех людей, кто просит у меня. Расскажите очень подробно. Вы же, Лариса Гаврюшина, не одна такая у меня зрительница. Если вы очень умная, и вам ничего этого не надо, ищите, значит, видео, где написано. Посев перца, коротко. Там я просто в нескольких словах говорю. Так, так, так и так, и все. Описать ужас, как медленно. Это не нужно. Ну, значит, может быть, вы просто не на нашу, не с нашего огорода, не к нам попали. Я не знаю. Я вас, наверное, даже заблокирую. Потому что такие неуважительные комментарии к автору. Ну, если вам долго, ну, если вам медленно. Есть кнопка стоп. Ну, люди, для которых я старалась в течение 15-20 минут все показываю, все снимаю, монтирую, говорю. Я все это делаю для того, чтобы помочь людям. И когда потом пишут, ну, ужас, ну, как долго, ну, как нудно. Ну, значит, вы не с нашей компанией. Если вы хотя бы не можете даже из уважения к автору просто промолчать, ну, не нравится вам долго, выключите это видео, ищите короткие. Не обязательно доносить до меня, что я сделала это впустую. И что есть такие неблагодарные люди, которые ничего этого не понимают, а просто хотят вот так раскапнуть какашку сверху и пошла дальше, закрутила задницей. Ну, значит, идите. Так. Не хочется, чтобы весной вот такие вот гаденыши, которые ходят, что попало, пишут, портили мне настроение. И у меня, чтобы не было настроения в следующий раз опять подробно все рассказывать. Уже из боязни того, что кто-то напишет вот такую гадость. Те человек очень чувствительны. Прочитав утром два таких комментария, мне в течение дня уже не хочется снимать и кому-то что-то рассказывать. Так вот, Ольга Шадрина пишет опять про колышки. Про колышки есть очень подробное видео в прошлом году. Пишет, у вас деревянные подпорки на помидоры. Вы им пользуетесь несколько лет или каждый год меняете? Слышала, что дерево рассадник болезней. Это все неправда. Пользуемся по 10, по 20 лет. Один год втыкаю одним концом, другой год втыкаю другим концом. Тот, который был в земле, он уже за время сезона дождями, солнцем. Так обеззаразится. Никакого зараза, рассадника болезней нет. Если вы сами откуда-то не принесете или не придует вам колышек, вам никакого вреда не принесет. Смотрите, подробное видео есть. Все о томатных колышках, по-моему, так называется. У меня их очень много, несколько сотен. Конечно, я их не меняю. Как я могу заменить? Тысяча кольев. Это очень расходно. Какая же у вас температура почвы? Елена Штерхун пишет, у нас на северо-западе до 9 мая не стоит в землю лезть. Она ниже 15 градусов. При такой не то, что растить корневую, просто сохранить высаженное растение невозможно. Я не знаю, на северо-западе чего вы не написали, но вы пишете ниже 15 градусов. Ниже 15 градусов, это значит, земля в кол. Лед не тает. Значит, вы туда вообще, ну, вечная мерзлота, что ли, до 9 мая у вас. Но этого не может быть никак априори. Минус 15 до 9 мая, это где, в какой республике? Верхний слой 5-10 сантиметров тает уже в апреле. У нас почти по всей стране, это повсеместно. И если вы так говорите, значит, вы ни разу не пробовали в апреле, не выходили и не пробовали пальчик засунуть в землю. Испытайте, вот, выйдите нынче, 20 апреля, и вы увидите, что верхний слой мягкий и даже теплый. Дальше не буду распространяться. Значит, человек просто не до 9 мая, минус 15 градусов, этого не может быть. На 9 мая уже и черемуха расцветает, и все другие там тюльпаны вылазят. Эти, кто они, нарциссы. Они же не через лед вылазят, не через вечную мерзлоту. Вот тут Оксана Смирнова спросила, можно ли посадить эндотерминатные томаты в 20-х числах февраля для открытого, без дальнейшего, без всего. Я скажу так, ситуации разные. Если вы не хотите вообще ничего делать дополнительно, ни укрытия, ни дополнительных перевалок, ничего, то вам высаживать не стоит. Вот Дмитрий Чернов сказал, я бы подождал пару недель, а я бы сказала так, что если вы готовы, ну, что-то предпринять в их пользу, то можно уже в конце февраля, не две недели, как у Дмитрия, а одну неделю подождите, например, 26-27, конец февраля или начало марта, можно посадить, но вы должны быть готовы к тому, что если она начнет, например, вырастет, а вам еще рано высаживать, бывает же весна раннее, бывает позднее, вы должны быть готовы к тому, что, возможно, вам придется перевалить в более большую тару. Вот здесь и пишут, что посейте в два этапа, одну пораньше, другую побольше, а Ирина Горшкова вот так и пишет, что могут сильно вытянуться, и всю массу вот этих, все посевы вы же не будете переваливать. А опять же, если запоздать с посевом, правильно тоже, что они могут и не вызреть, тут вы должны сесть и крепко подумать. Будете ли вы дополнительно за этой рассадой ухаживать, есть ли у вас условия для выращивания, и, конечно, если вы большое количество посеете, все в один срок, а высадить вовремя не сможете, она начнет перерастать, и у вас будут с ней проблемы. Думайте. Я вот буду сейчас в конце февраля сеять для открытого грунта, индетерминатные, потому что иначе у нас не вызревают, но я всегда готова к тому, что в крайнем случае я могу ее перевалить в большую тару, у меня есть возможность... Ой, извините, я тут подпростыла маленько. И в крайнем случае, если весна будет поздняя, что если еще даже позже позднего срока, то я что-то с ней смогу сделать. Я, может быть, высажу, закрою пленкой, может быть, вынесу в теплицу, и она у меня будет стоять в теплице, а на ночь буду заносить. Ранние посадки, они всегда от нас требуют самоотверженности. Мы должны всегда прийти на помощь растениям, если вдруг что-то пойдет не так. Поздняя высадка, например. Правильно вам ответили, что я сбись, с конец Барнаула. Вот про шапочки, про космонавтов. Что бывало, срывалась листья с теми, теперь буду ждать пусть сами. Козуля чувствует себя хорошо, шапка, после того, как с нее слетела. Она, может быть, даже догонит, тут летом покажу. Вот Евгения Рос пишет, неправильный комментарий, я с ним не согласна. Пишет, ничем не проливаю, все шикарно, все это для тех, кто на продажу. Это неправда. Некоторые люди, даже для себя, маленькое количество, 40 или 60 сеянцев, не могут вырастить без дополнительной какой-то поливки, без дополнительной обработки. Ситуация у всех разная, а те, кто на продажу, если поливать большие объемы, то это, например, кури разоришься. Я не думаю, что кто продает на продажу, они пользуются вот все вот таким дорогим средством. Ну, это мнение Евгении, с чего она так решила, я не знаю. Если вы пишете, что вы не поливаете, и все шикарно, разве вы не читаете другие комментарии людей, что некоторые не могут вырастить рассаду. Начинаются какие-то там плесени, начинаются корневые гнили, в лотках, и не у всех, кто делает это на продажу. Те, кто на продажу, они-то как раз умеют выращивать. Без корневых гнилей, без различных вот этих вот. Вот про закаливание, что с начала марта делать. Вот Мишель Франк пишет, скажите, а этот сорт идет в два, в один или два ствола? Почему на пакете об этом не написано? Ну, почему на пакете об этом не написано, я не знаю. Вести в один или два ствола, это выбор каждого. Мы сами решаем. Если у вас позволяет место, достаточное расстояние между кустами, можно и в два ствола. Если вы немножко плотновато высаживаете, то, конечно, в один люди оставляют, некоторые оставляют индетерминантные томаты только в один ствол. Это надо смотреть видео о формировании томатов. Я все-все это подробно объясняла летом. Сейчас о формировании томатов просто нет. Физически время рассказывать еще рано. Смотрите, вот Ирина пишет, здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно золу растворить в воде? Ой, это, наверное, будет последний комментарий, что-то не могу закашляться. Сижу, лечусь. Растворить золу, полить растяжки. Это обеззараживание или подкормка? Смотрите. Если золу растворяете и поливаете, это подкормка. Обеззараживание у нас только, опутривание в сухом виде, потому что, когда мы ее растворяем в воде, она свою вот эту вот жесткость, агрессивность, она теряет. Так, подкормка назначена будет, а защита растений от болельщиков, а может черная ножка, например. Черная ножка. Я не знаю, как черная ножка, но если у вас, я вот в прошлом году снимала, если какая-то плесень вот такая нездоровая на поверхности, мы опудриваем вот этой золой сухой, она все прижигает, она лишнюю влагу на себя оттягивает, так же, как песок. И вот следующие вам люди правильно сказали, что черная ножка от перелива и прохлада у корней. Если вот этого не будет, черной ножки никогда не будет. И еще черная ножка может попасть с грунтом, с вторичным. Не забывайте об этом. Правильно Виктория Волкова поделилась, что песок прокаленный и зола в сухом виде, и все это подсыпать к стволикам, именно опудривать. Вот вермикулит. Вермикулит он только влагу впитывает, но он не прижигает, не обеззараживает. А вот эта смесь, которую Виктория Волкова посоветовала, тут именно песок у нас забирает влагу, а вот эта зола, она прижигает вот эту всю плесень, все вот эти грибочки. Все, на этом мы закончим. Сегодня автор не это, по состоянию здоровья, не может долго говорить. На, ну вот про Привикуру-то комментарий, что тебе обязательно поливать, достаточно опрыскивать по листу. Экономия существенная. И вот из этого видео, видео вы понимаете, что когда кто-то пишет какой-то комментарий, достаточно опрыскивать по листу, не надо тоже всему верить на слово. Когда покупаете препарат, обязательно читайте инструкцию. Ни в одной инструкции к Привикуру не написано, что опрыскивание дает результат. Вы опрыскиваете по листу, будете думать, что вы помогли растениям, а там будут корневые гнили внизу процветать. Вот насколько я знаю, читала инструкцию, расширенную инструкцию производителя, Привикур работает только с грунтом, с растениями он не работает. Когда в грунт поступает вот это, оно, во-первых, там убивает все, что есть. И растения, скорее всего, вот забирая питательные вещества с этого грунта, какая-то часть вот этого препарата все равно поступает, и она уже тогда дает эффект, ну только через корни, только через питание, наверное так. Не знаю, но по крайней мере, про опрыскивание Привикуром по листу в инструкции ни разу не читала я. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Говорить сегодня много не могу, пойду лучше поработаю с землей. Ну вот, я немного прокашлялась, и хочу продолжить вставить еще в конце ответы именно на одно видео, которое считаю очень важным, так как это не просто посмотреть, послушать, а многие люди хотят применить. И чтобы... Мне хочется очень помочь людям, которые хотят заняться серьезным таким выращиванием. И вот все вопросы, которые пришли к видео, как вырастить очень много рассады на продажу без теплицы, я сейчас все посмотрю, и какой был вопрос, не оставлю без внимания, на все отвечу. Так. Вот смотрите, Пономарева Ольга пишет, в начале своего огородничества делала такие тоннели из мешковины и пленки. Укройного материала в помине не было. Тоже получалось неплохо. Вот в том-то и дело, что это не какая-то новинка. Раньше люди, когда не было теплиц, тоже как-то же старались и пораньше высадить, и все. И вот она рассказывает, что кроме навоза и марганцовки ничего не было. И результаты получались прекрасные. Так. Ирина Тимощук спрашивает, какая примерно температура была при высадке в грунт? Хочу попробовать. Вот смотрите, я скажу так, я не знаю точно, какая была температура грунта при высадке в грунт. У меня есть специальное видео. Если вы посмотрите все видео, все ссылки, вот смотрите, вот здесь, в описании к видео, я же выложила все-все ссылки прошлогодние, которые были на эту тему. И там есть про все. И если вы посмотрите видео один за другим, все ролики, у вас все сложится, вы все поймете. Но я скажу так, у нас в апреле всегда есть вот такое окно или с 15 по 20, или с 18 по 23, когда температура на улице стоит плюс 15, плюс 20, даже плюс 22. Потом оно резко обрывается, потом снова будет холодно в мае. Но я стараюсь по прогнозу, по предварительному, подготовиться к этой дате. И высаживаю именно в эту дату, когда земля тепленькая, и когда на следующий день, когда плюсовая температура и днем, и ночью, чтобы если я не успею закопать, на следующий день было тоже тепло. Но температуры грунта 10-12 градусов обычно достаточно для томатов. И я вам скажу, что верхний слой грунта, он же черный, он днем прогревается очень хорошо, прям руку вот так положишь на землю, тепло. А им надо, там они маленькие же, малюсенькие, они 10 сантиметров. Им достаточно там 5-сантиметровый верхний слой. А потом, когда вы накрываете пленку, у них там делается еще теплее. Тут вот почему-то Нина Ковешникова про урожайный огород начала жалуется. Но ей вот сделали замечание, Кристина Сергеева, что не надо начинать разговор про других блогеров, хоть в хорошем ключе, хоть в плохом, мне других не нужно хаять. Вы сами видите, что я никогда про других блогеров ничего стараюсь плохого не говорить, потому что все люди разные. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится, кто-то от него без ума. Меня вот тоже, может быть, на других каналах называют какой-нибудь глупой, там, болтливой, тупой. Но я не читаю, я об этом не знаю. И я считаю, что мой канал это вот мое государство, тут мое царство, тут только я, мои томаты, мои растения. Не будем про другое, ни про хорошее, ни про плохое, ничего говорить. Так, тут вот про семена, что плохо всходит. Так. Вот Светлана Титкова пишет, хорошо, что вы придумали отапливать свечками, на 8-метровую, сколько ставите? Я ставлю 4, ну, на морозную ночь. 2 в начале, 2 в конце, но придумала, конечно, не я, это люди еще до меня умные придумали. Я и теплицу обогревала, когда у нас была погода, штормовой ветер, оборвали там где-то провода, а мы живем в частном секторе, если провода оборвутся, их пока не наладят, весь район выключают для, ну, как, для устранения неполадки. И так ночью может замерзнуть целая теплица высаженных, уже цветущих, завязью томатов, вот, отапливали свечками и даже теплицу. Вот Татьяна Большакова пишет, хочу попробовать в этом году высадить таноли не на продажу, а для себя. Я в этом году тоже хочу высадить по такому же способу, принципу, но не на продажу, а для себя, вот именно уже сразу, на постоянку, чтобы потом, хоп, открыть, а они уже готовы не выдергивать, не пересаживать их. Валентина Столбова пишет, я поняла, что плотность укровных материалов не так важна, и страховочное укрытие только пленка, или можно укрыть окрылым. Да, именно вот нам надо создать термостоннель, чтобы не заходил туда, и не важно, что она толстая или тонкая, толстую можно потом сверху просто накинуть, даже иногда покрывало, полвики накидываем, когда уж в такие особо ужасные годы. Людмила Золотухина пишет, только вы супер, в этом году буду пробовать рассаду для продажи, слушаю не первый раз, не могла решиться. Вот в нашем городе даже уже мне одна женщина поделилась, два года выращивала, начала тоже, рискнула. Ослик огородник Галина Соловьева пишет. Так, сейчас еще, там где-то есть вопрос. Вот про снег-то Татьяна Шарыгина, набрасываете ли вы снег? Все это видео есть, видео, по-моему, есть нужно ли набрасывать снег в теплице. Прямо на моем канале в поисковую строку забивайте, и видео на все-все темы есть, я никогда не набрасываю, мы обчищать-то не успеваем, у нас только снега, и потом снеговая вода, она тает, она все равно вся в теплице заходит. А вот Светлана Маркелова пишет, что уже благодаря вашей науке два года выращиваю с успехом рассаду на продажу таким способом. Так что, есть на кого равняться. Вот Артем Прудников я уже отвечала в предыдущем, ну как, минут 10 до этого, на каком расстоянии томаты в тоннелях, там все рассказано. Свечки обыкновенные, хозяйственные, Чернявская, Наталья спрашивает, да. Вот какая температура почвы, это я уже тоже ей отвечала. Вот про полив. Мисс спрашивает, после посадки в тоннеле поливать надо вообще, как происходит с поливом? С поливом происходит очень просто, не поливаю вообще. Весь месяц, который растут там мои эти, ну, рассада, томаты, полива нет. Вот правильно Ирина Шаламова, она вероятно смотрела предыдущие ролики, говорит, что тоннель плотно закрыта, влага не испаряется и сама по себе влажная после таяния снега, там влажности предостаточно, без полива, до тех пор, пока не откроем. Так, можно ли заказать семена? Ну, я, по-моему, отвечала уже. Так, что муж придерживает, тоже я отвечала. Вот Татьяна Косян пишет вопросик, можно ли вместе костную муку, рыбную муку, мел, всю одну ломку совмещать можно или нет? Я сразу скажу, вот свое мнение. Я обычно многокомпонентные вот такие сложные добавки не делаю, вообще априори не люблю это. Если вот мне надо, например, ну что, суперфосфат, я знаю, что нет в грунте, рыбную муку в прошлом году добавляла. Зачем вместе костную муку и рыбную ложить, я вообще не понимаю, потому что у них одни и те же характеристики. Можно ложить или костную, или рыбную. Мел. Вот смотрите, мелой рыбной муку я тоже ни разу не добавляла. И я не углубляясь вот в какую-то научную, у меня нет никакого научного такого образования биологического. Но я знаю, что нам не рекомендуют специалисты фосфор и кальций делать в один прием вместе. Рыбную муку мы добавляем для того, чтобы фосфором обогатить землю, а мел мы добавляем для того, чтобы кальцием обогатить. Раз они у нас антагонисты, но не антагонисты, они как говорят, что они делают такие соединения какие-то, которые потом трудно усвояемые растениями. Так что лучше, наверное. Вот как я осенью делала. Я все, что связано с суперфосфатом добавила осенью. А мел и все, что связано с кальцием, я буду добавлять весной. Я их немного разделила. Но не обязательно их разделять прямо на полгода. Часто читаю, что достаточно там 2-3 недели сначала одну заправку делать, а она, когда там земля все это разойдется, примет тот вид, который им нужно, потом добавлять другую. Лично мое мнение, я не думаю, что рыбную муку и мел можно совмещать вместе. Но я сразу говорю, что это не точно. Я не буду клясться на крови, что это действительно, я знаю так, что нет. Это мое вот такие как логические умозаключения, раз мы фосфор и кальций не можем вместе совмещать, значит рыбную муку и мел не надо. Но вообще нужно, конечно, изучать материал, это более подробно, если вы хотите все-все вместе. Я никогда так много не... Мне в прошлом году писали, 6 всяких добавил, этих, 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 этих и все полил, опрыскал, а потом растения начали засыхать и желтеть. От чего? От чего? Что вредного там? И вот если вы 5-компонентные, 7-компонентные обработки составляете или добавки, вы потом никогда не узнаете от чего. Я стараюсь по одному, по два, не больше. Это вот мой принцип такой, что не навредить растениям. Вообще стараюсь, если можно избегать, то не добавлять. Если уж есть нужда добавлять по одному, порционно. Так. Вот про перцы. Альфея пишет, можно ли так в тоннелях вырастить перец? Правильно им сказали, Анна Арсеньева ответила, что я говорила, что перцам не подходит. Я так не сажу, потому что они... Вот Лариса Базарова сказала, томаты-то живучие. Они даже, если обмерзнут у них листья, они начинают сильно быстро наращивать перцы более нежные. Я никогда в тоннеле их не высаживала, но даже вынося в теплицу, они как-то... Вот, когда выращивала, высаживала не в тоннелях, а в теплицах, помидоры в этих же условиях прут, а перцы очень долго стоят замерз... Ну, как замрут в одной паре, и потом не успевают нарастить зеленую массу. Так вот, про пластиковые дуги. У меня пластиковые дуги разные. У меня и тонкие, и толстые. Какие в магазине продавались пластиковые дуги, те я и покупала. Какие сильно тонкие, я их в серединку там комплектую. Специально для этого я не выбирала их, не для тоннеля. Я просто выбирала в теплице прикрывать на время мороза, чтобы всегда были наготове. Но потом и в тоннеле они мне пригодились. Вот смотрите, Настя Тумар спрашивает, растут только семидоли, листьев нет. Как вы думаете, рассаду можно выбросить? И Татьяна Шарыгина ответила, что в прошлом году так же было, долго ждала, но и выбросила. Выбросить надо, плодов не будет. Но то, что плодов не будет, это ясно. Если у них не будет настоящих листьев, у них не будет продолжения жизни, вот этого потомства, наследства не будет, вы подождите, и если в то время, когда другие уже по два, по три настоящих листа, например, образовали, а у них две семидоли, ну ясно, что это какая-то бесплодность, ну какое-то уродство растений, какой-то сбой. Вот и Лена Телемкевич спрашивает, почему в этом году не садите рассаду? Я в прошлом году всем уж объяснила доступно, что на пороге шестидесятилетия очень трудно уже такие объемы. Я ей написала, попробуйте в одиночку, сначала посеять 20-30 тысяч семян, потом вырастить эту рассаду, выходить, потом ее высадить в тоннели, потом от снега, от морозов оперегать, потом еще реализовать, это же все в наклон дергаешь, вниз головой, в жару. И, ну вот, если вы попробуете все это сделать, тогда вы поймете, почему шестидесятилетняя бабушка отказалась от этого. Это сделать очень сложно уже в моем возрасте, у меня уже и спина болит, вот нынче и артроз, и простудные, больше всего из-за простудных заболеваний, из-за того, что у меня астма весной, вот в эти холодные периоды, когда приходится свечки там устанавливать, лазить. Пока я была молодая, было как-то все это, а сейчас, как бы сказать вам, больше стало себя беречь, охота еще внуков, правнуков, женить, как-то помочь им подольше поработать, поэтому я перешла на такой, на работу в помещении, вот, например, делать семена летом, это для моего возраста нормально, потом сушить их, рассылать там, сортировать. Я не простываю, в этом году просидела в помещении, я не болела, и сейчас, если я буду выращивать только для себя 2000, для меня это посильно, но через несколько лет, может быть, для меня будет и 2000 сложно, я и от этого откажусь, тогда займусь уже конкретно самым легким трудом, это написанием статей, и буду издавать книги свои, передавать опыт уже вот так, просто интеллектуально, а не показывать. Пока что я могу вам еще показать на видео, как я все это делаю, как я выращиваю, потом будет только в печатном варианте. Все. Вот, как это? Возраст берет свое. Хоть и говорят, старайтесь не отдавать ему, а вот нынче первый раз с артрозом прихватила плечо, пришла в больницу, а мне сказали, это возрастное, изношенность суставов, привыкайте, терпите, лечится очень долго, у некоторых вообще не излечивается, всю жизнь вот эти боли, они терпят. Я за эту зиму ни одной ночи нормально не поспала. Боли непроходящие, поэтому какие 30 тысяч рассады, все, будем облегчать нагрузки. Вот про семена Анны Панфилова, где вы берете семена, семена стоят 50 рублей, но ясно, что я в таких объемах, если я выращиваю, то семена, конечно, свои. На покупных семенах рассаду выращивать нет, вообще никакого смысла. Вот правильно Кристина Сергеева сказала, продает сама, вывод делает сама. Как получить семена, из каких помидор, купить в магазине, где одни гибриды. Вот Аня, наверное, она у нас совсем начинающая, как я поняла, с ее комментариев, что вы покупаете, ей вот говорят, что вы покупаете сортовые, не гибриды. А она, так, сейчас, а она пишет, что, где же тут, а, семян выписывают на 2000 и на всех F1. Так вы не выбирайте F1. Нужно выбирать сорт, именно сортовой. Чем отличается сорт от гибрида, вам вот здесь объяснили немножко, что, где написано F1, вы не берите, они не дают. А как делать семена? Прошлогоднее видео я показывала, нынче опять для новичков буду показывать. Семена из помидор делать очень просто. Можете просто выдавить на салфетку, можете через ферментацию, то есть, когда забродят, отмоют, это уже там будут у вас такие более качественные семена, чистые, калиброванные. Все это ясно с семенами. Семена, конечно, свои. Если вы хотите, для тех, кто массовый, выращивание, нужно обязательно свои семена. Вот с огурцами, Валентина Скрипа спрашивает, с огурцами, если так попробовать, какие сорта бы подошли. Ну, огурцы, во-первых, они при этой температуре вообще погибают. И если высаживать, то уже в более поздние сроки, наверное, и если высаживать, то лучше всего на теплые грядки с подогревом, где у вас там или высосе не наложили туда различного, ну, как растительных остатков, может там навоз какой-то перегной, чтобы оно все это начало гореть, чтобы было теплое. Огурцы я даже не пыталась так выращивать, потому что однозначно 10-12 градусов все ваши огурцы сделаются стеклянными, прозрачными, и они уже так как помидоры не оживают. Помидоры может ожить и дальше расти, огурец у вас помрет. И тут даже не от сорта, тут именно овощ такой. Вот Алексей Жабаедов, который прославился среди наших девушек. Спасибо вам, но очень много разговоров с лишних. Извините, но ждем самой сути, а по факту долго очень. Если можно, кратко и по сути. Как можно кратко рассказать о таком рискованном деле? Вот вы видели, что я там среди сугробов стою, а помидоры растут. Ну как можно рассказать? Я могу кратко рассказать. Посеяла, высадила в грунт, продала рассаду. Вот это кратко. Кому это поможет? Я вот это не понимаю вот такого подхода. Я ему написала коротко, конечно, у меня слов нет одних слюней. Я написала, вы не единственный зритель, кому это нужно, наоборот, просит рассказать подробнее. Если вам нужно и кратко, значит вам это не нужно вовсе. И действительно, вот некоторые даже заступили, что человек, возможно, сильно куда-то спешил, но спешка в этом деле никак не пригодится. Я написала этой, вот, даме Розе Николаевне, что когда человек, после того, как я 40 минут распинаюсь, я еще недостаточно здорово, говорить сложно, охрипло, объясняю все очень подробно до мелочей, чтобы кто-то из людей избежал ошибок, избежал разочарований, чтобы руки не опустились. Если он пишет много разговоров лишних, это и значит, что ему это не нужно. Даже если ему это очень долго, как он пишет, он мог бы из уважения к другим зрителям, которые ждут этой информации, по просьбе которых я выложила все это, записывала, ну, к этим зрителям из уважения или в конце концов даже к автору ролика не писать, что это лишние разговоры. Но если много для тебя, ну, выключи, уйди, все. А некоторые люди даже после этого, вот как вы видите, еще осталось много вопросов, потому что тема очень серьезная, связана, во-первых, и с риском, и связана с тем, что человек может получить дополнительный доход, но из-за каких-то вот этих вот, ну, как, из-за каких-то опасений, что, может быть, не все знает, может быть, не все он учел, он боится начать вот это сделать, вот этот танк, я поэтому так долго, так кропотливо, так нудно все объясняю и все ссылки на видео, я-то думаю, что делаю этим добро, оказывается, кому-то нужно по сути и коротко, как можно объяснить по сути выращивание в сибирском регионе под снегом рассады томатов. Ну как? Ну только что высадил и продал все. Я могу так сказать? Ну, Татьяна пишет, сегодня как раз уселась поискать про ваши тоннели, и тут как по заказу видео. Так. Ну и правильно Настя Тумар пишет, вы же понимаете, Ольга Павловна все подробно рассказывает, ну как у нее никак у нее не получается быстро, ей хочется все рассказать, и получается, может и долго, ну глядя на нас, все важно, что она говорит, может и долго, но все подробно и точно, и куда торопятся люди. Ну вот кто вот торопится, например, тому действительно это не надо, потому что если ты поторопишься и пропустишь какой-то один раздел, например, из этой темы, то у тебя может ничего и не получиться, а потом этот же человек скажет, скажет, вот она посоветовала так сделать, а у меня ничего не получилось, дурят людей, я знаю эту когорту людей, они сначала недослушают, сделают по-своему, потом обвинят автора, вот именно для того, чтобы ничего не было, никаких упущений, я рассказала все подробно, я считаю, что я должна это рассказать, если я советую людям показываю, как можно сделать, тем более, что больше я заниматься вот этими тоннелями не буду и больше не будет возможности показать в реальной жизни, как это все выглядит, кто умный человек, воспользуется, кто поверхностный, скажет, что это очень долго и не надо все это. Ну вот правильно Наталья Горохова пишет, здесь по сути слушаешь на одном дыхании, что не пропустить может, чтобы не пропустить, может вам это и не нужно, я ей сказала, что... Ну вот точно пишет, так что не из наших вы. И вот еще одна Надежда Будинская пишет, можно покороче, бла-бла-бла. Я ей ответила просто коротко, бла-бла-бла это ваш комментарий, это видео специально сделано очень подробным, ведь оно не для всех, не смотрите, скорее всего, оно и не для вас, Надежда Будинская. Если вы пишете, если вы имеете, как сказать, такой уровень воспитания, что автору канала пишете бла-бла-бла у вас, вы зачем вообще здесь сидите? Ирина Голубцова написала ей, человек прошел длинный путь, чтобы получить такие результаты. Было допущено множество ошибок, которые исправлялись, корректировались. Теперь любой по ее сценарию может сразу добиться более хороших результатов. Вначале было сказано, что ролик только для тех, кому это нужно. Проходите мимо, это не для вас. Действительно, Надежда Будинская, проходите мимо, это не для вас. Если вы так не уважаете остальных моих зрителей, для которых я все это 40 минут рассказывала, для вас, если это бла-бла-бла, ну вас я не знаю, или сами не заходите, или вас надо блокировать, чтобы вы другим нормальным огородникам не портили настроение. Правильно, я же все написала вначале, что это не для всех. Не будет просто человек, который не хочет этим заняться, сидеть и 40 минут меня выслушивать. А кому это нужно, для них даже этого мало. Все, до свидания. Надеюсь, Надежда Будинская больше к нам не будет заходить со своими блеяниями, бла-бла-бла. Останутся у меня на канале настоящие истинные огородники. Кому, если даже это не нужно, ну, кто посмотрев, не будет писать комментарий такой неуважительный в адрес автора, который распинается, тут что-то рассказывает. Не будет его как вот такими комментариями, бла-бла-бла, как-то по рукам бить. Давайте не будем, правда, вот этих блеющих Надюш слушать и читать. Не знаю, то ли ее правда удалить. Чтоб она не портила мне настроение. Все, остались без бла-бла-бла. У нас на канале будут только те, кто любит растения и уважительно, хоть немножко, с долей уважения относятся к автору. Не нравится видео? Выключаем и уходим на другой канал. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok